Всем привет, с вами Мимико. Я начинаю и тут же заканчиваю проходить игру под названием Brave Mouse. На самом деле, храбрая мышка могла бы быть получше, мягко говоря. Сейчас я говорю поверх видео, поверх игры, потому что это было невыносимо. Я не помню, как она у меня точно появилась, но точно я её не покупала по полной цене. Скорее всего, она стоила рубля два примерно по скидке, потому что мне, скорее всего, показалось, что эта игра может быть просто такой аркадной, на часок, в общем, беспроблемной такой игрушкой, которая, в принципе, заставит, может быть, немножечко попотеть и всё. Но то, что оказалось внутри, и то, что писали, оказывается, в комментариях в стиме к этой игре, то, что я не посмотрела, это всё правда. Да, здесь действительно, здесь недосчитываются достижения нормально, и полностью все здесь, просто всё забаговано, всё, что можно здесь. Нет звуков, нет музыки, поэтому я включила поверх просто что-то на фон, чтобы было хоть что-то, знаете, приятное. Здесь куча, куча, куча управления ужасное, куча багов. Вы сейчас это увидите, как даже враги, так называемые, они просто врезаются в стены и вытворяют какую-то фигню и так далее. Сама эта мышка движется тоже достаточно дико, и самое отвратительное, что здесь и рассчитано всё хреново, в принципе. Я прошла её, наверное, где-то за минут 50. Здесь 12 уровней, и в принципе всё, больше ничего от этой игры не нужно. Вот, 12 уровней, которые... Лучше бы их даже было меньше. Лучше было бы один, но хороший. Мы собираем сыр, мы... Когда собирается весь сыр, открываются двери. Собственно, вы её видите в правом нижнем углу на каждом уровне, и просто в неё падаем, и всё. Самые забавные моменты, это когда оса действительно куда-то врезается, и это происходит очень жёстко. Я очень долго проходила первый уровень, и какой-то ещё где-то между, потому что, ну, просто невыносимое управление, и когда ты встаёшь на движущуюся платформу влево-вправо, вот при этом у тебя и камера начинает хаотично двигаться вот так влево-вправо, влево-вправо, и попробуй отмерь расстояние. Это не так уж и легко, как кажется. Собственно, сказать я не мало чего. Я, в принципе, могу. Видите, вот сейчас оса, она просто всё. Она у стены, она больше не наш враг. Как это всё тестировалось, я не знаю. И вообще тестировалась ли, для чего это было создано. Наверное, для того, чтобы получать с кучей людей по 2-3 рубля, потому что её по скидкам достаточно часто раздавали. Мне, как раз, по-моему, было некуда деть копейки на стиме, поэтому, собственно, я и... Я и купила её. Конечно же, у меня есть всегда какая-то надежда на подобные игры, что мало ли... Знаете, как Адвенчерса в шаге, но я сейчас смотрю, и... Это ужасно. Это ужасно. И опять же, оса улетела. Чёрт знает куда. Никому не рекомендую, не советую, ни в коем случае не тратите свои деньги на эту игру. Даже 2 рублей она не стоит, поверите. Единственное, для чего её, может быть, кому-то стоит купить, это для просто процент ачивок, особенно если вы их взламываете, то есть, что больше игр у вас выполнено на все ачивки, потому что взломать вам их придётся, потому что они не засчитываются. Мне за это время, по-моему, только одна ачивка действительно честно засчиталась, причём самая конечная, что интересно. Вот. Остальные, к сожалению, не засчитались. Вот. То, что автор написал, что здесь карточки коллекционные выдаются, в описании к игре, это враньё. Если вы хотите её купить за 2 рубля, чтобы продавать потом карточки по... Ну, уже понятно, игра бы окупилась, да, не в один раз. Но нет. Никаких коллекционных карточек, ничего этого забудьте. Причём в играх этого автора по большей части именно такой. Поэтому я рекомендую, прям мне не зависит. Возможно, и я не в курсе об этих функциях, но если есть в стиме чёрный список, или есть возможность как-то на него пожаловаться, в техподдержку, что я, в принципе, и сделала, потому что она обогованная, и как минимум здесь достижения не засчитывались, и карточек не было. Вот. Если у вас есть такая возможность, сделайте это, пожалуйста, потому что это отвратительно. Перед началом я пыталась найти хоть какое-то прохождение, может быть, от кого-то на ютубе, чтобы просто посмотреть, знаете, сколько она времени занимает. Нет. Я нашла только трейлер этой игры, который, как ни странно, с какой-то просто фоновой музыкой, которой в игре нет. Мы не слышали ни мышку, ничего, и я не знаю, зачем это существует. Я не стала сюда вписывать тонны неудачных попыток, как я осваиваю управление и так далее, потому что я считаю, что эта игра не заслуживает даже 10 минут на моём канале, но раз уж я это сделала и потратила на это, в принципе, час и ещё, наверное, минут 20 на то, чтобы это всё правильно срезать, пускай она будет в коллекции, знаете, вот, просто в копилочку, просто в копилочку. И я, наверное, с удовольствием номинирую эту игру на просто пока что самое большее разочарование на моём канале. Да, оно стоило копейки, но... Ну, нельзя настолько на отвале делать, даже за копейки. Это ещё учитывая, что по полной цене она стоит, естественно, не 2 рубля. И это тоже того не стоит. Нет, нет. То, что, видимо, автор сделал на коленке за... часа 2 работы, я думаю, ему эти часы работы нашими рублями окупились. В общем, как-то так. И смотрите ещё потихонечку, когда осы туда-сюда влияют вправо, каждый раз они поднимаются на один уровень. Я на этом уровне была достаточно долго. Ну, поднимаются я, имею в виду, на уровень выше. И я здесь была достаточно долго, они в итоге у меня уперлись в потолок, и вообще тоже оказались нерабочими. И вот так часто на этих уровнях осы себя вели, и в принципе, таким образом можем немножко подождать, они всё равно куда-то вопьются в стенки и вообще не будут мешать. Хотя, с другой стороны, они и в целом-то и не мешают, если так подумать. Так, конечно, когда разобралась с управлением, стало достаточно очень быстро всё проходить, но... нет. Нет, 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 ни в коем случае. Больше я не буду брать игры этого автора, скорее всего, хотя, кто меня знает, вдруг я опять что-нибудь забуду и на какой-нибудь очередной... на каком-нибудь очередном селе от стима я возьму игру просто для коллекции себе там за 2-4 рубля. Это, в принципе, я люблю коллекционировать, в общем, набивать себе. Вот, собственно, 12 уровней, которые я прошла и всё. Ни титров, ни конечной заставки дали вот моё единственное достижение. Спасибо за него. Увидимся с вами в других играх, ребята. Подписывайтесь, ставьте лайк. Всем пока!